Всем привет! Слушал я приемники Малахит и Аринс, вот здесь в лесу, сравнивал их работу. И для того, чтобы слушать на какую-то нормальную антенну, короткие волны, у меня здесь развернута антенна трапа и диполь на 80-40 метров. И подумал, раз уж у меня есть здесь антенна коротковолновая, развернутая в лесу, то почему бы мне не поработать на КВ в режиме ВСПР. Теперь есть удобная программа для смартфонов, для android-устройств. Не нужно с собой брать никакую лишнюю технику, только трансир. Вот я взял с собой FT-891, подключил его к уже установленной у меня здесь с утра антенне, и к телефону, к смартфону. И теперь, благодаря новой программке, которую написал радиолюбитель, тоже из Нижнего Новгорода, я могу работать в ВСПР. Сейчас эта программа у меня запущена на телефоне уже некоторое время, и к ней подключен трансивер низкочастотным кабелем. Кабель простейший, только емкости разделительные содержит, и резисторы, ослабляющие уровень сигнала. VOX уже есть в самом трансивере FT-891, в отличие от маленького FT-817, в 891 все есть, сам он включается на передачу. Мощность на трансивере установлена минимально возможная для этой модели, 5 ватт, и питание от литий-эферумной батарейки емкостью 10 ампер часов. Программа работает и на прием, и на передачу. Соответственно, я здесь при отсутствии помех в лесу услышал много разных станций в режиме ВСПР. Ну и меня тоже какие-то станции, я надеюсь, услышали. На сайте все это можно посмотреть, я сейчас на телефоне посмотрел с помощью браузера на сайте карту, на которой видно, кто меня слышал, кого я слышал, и текстовый отчет, тоже посмотрел таблицу, тоже в ней прекрасно все видно, как отработала система ВСПР. Почему мне нравится именно система ВСПР? Потому что, во-первых, она работает независимо от человека, не требует участия человека, во-вторых, она, можно сказать, работает параллельно, все станции работают одновременно. То есть, например, сейчас, если мой трансивер здесь излучал ВСПР-передачу, то все станции в мире вообще, которые включены на этот диапазон, на котором я передал, если они меня услышали, то они все передают эту информацию сразу же на центральный сервер. И на сайте можно посмотреть уже через две минуты, кто меня слышал. Это очень удобно. Станции работают в автоматическом режиме и работают все сразу. В отличие от, например, радиолюбительского протокола FT8, которым многие сейчас болеют, ВСПР работает одновременно. То есть, если бы я работал в FT8, дал бы общий вызов. Меня бы услышали, например, сто станций разных в разных городах и странах. Но ответила бы мне какая-нибудь одна, например. Остальные просто посчитали, что они со мной уже сработали раньше, им просто неинтересно с третьим районом России сработать. Ну или еще по каким-то своим причинам выбрали кого-то другого или никого не выбрали. И мне ответил бы один какой-нибудь Вася из какой-то одной страны. Что это значит? Это ничего вообще не значит. Это просто везение или невезение. К техническим экспериментам это никакого отношения не имеет. Это просто коллекционирование связей. Как говорится, запись влоги. То есть, с кем вы сработали, тех записали. Кто захотел с вами сработать, он вас тоже, так сказать, услышал, ответил и записал влог. К технике, к экспериментам с радиосвязью, с антеннами, с прохождением, это не имеет никакого отношения. Это коллекционирование связей влог FT8. В СПР нет такой зависимости от человека. То есть если мой сигнал приняла какая-то станция в СПР, то человек там не принимает решение записать меня в лог или не записать, сработать со мной или не сработает. Станция, принявшая мой сигнал, автоматически сообщит об этом на центральный сервер. На мой взгляд это как раз и есть уже эксперимент о прохождении, радиосвязи, об антеннах. Я могу сейчас, например, антенну поднять выше или опустить ниже и проверить какие станции меня будут слышать. Мне не нужно людей просить, чтобы они меня послушали. Эти станции в автоматическом режиме работают всегда. И то же самое в режиме приема. Сейчас все станции, которые мой трансивер и антенна здесь услышат, примут сигнал и программа декодирует, все одновременно будут записаны в базу на центральном сервере. То есть если я сейчас одновременно услышу 10 станций или 100, информация об этом, обо всем сразу попадет в базу. Мне не нужно выбирать с кем я сработал. Поэтому система не зависит, можно сказать, от человека и гораздо более пригодна для экспериментов с радиосвязью. Да, через ВСПР нельзя передать сообщение, нельзя пообщаться. Но ведь и через FT8 тоже нельзя пообщаться. Не то, что нельзя пообщаться голосом, как вы привыкли общаться по радиосвязи в однополосной модуляции, но нельзя даже передать и текстовые сообщения. В FT8 просто долбежка на количество связей. Так, с этим я уже работал, с этим я уже работал, с этим вот не работал, надо сработать. Вот в таком режиме. Ну какой в этом интерес? Просто тупо коллекционирование позывных, с кем вы сработали. Мне это кажется достаточно скучным, тем более это точно не имеет никакого отношения к экспериментам с радиосвязью. А вот система ВСПР помогает провести различные эксперименты именно. Она показывает, помимо всего прочего, еще и соотношение сигнал-шум, с каким вас слышали, с каким вы слышали. В отчетах, в таблицах на сайте есть мощность, с какой вы работали, с какой работал ваш корреспондент, который вы услышали. То есть, можно сказать, техническая, научная информация уже есть, готовая. Только анализируйте ее. Конечно, на сайте, на нормальном компьютере удобнее просматривать информацию, чем с телефона. На телефоне все очень маленькое видно, неудобно. И я, вернувшись отсюда из леса обратно в цивилизацию, на нормальном стационарном компьютере с большим монитором, поподробнее посмотрю, кто меня слышал, кого я здесь слышал. Удобная система. Почему я вам о ней еще раз рассказываю? Потому что я считаю, что система очень интересная. И, к сожалению, в России очень мало кто ей пользуется, мало кто работает. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание, что ВСПР это система не для общения, как и FT8 не для общения, и не для радиосвязи, а именно для экспериментов с прохождением, с радиосвязью на коротких волнах, в общем-то и на других диапазонах тоже. Но на КВ самое интересное. Так что используйте ВСПР, по возможности работайте чаще в ней. Если у вас есть готовый комплект, чтобы работать в FT8, то ничего не стоит поставить на этот же компьютер программу для ВСПР и поработать в ВСПР, попередавать, попринимать. Может быть, вам тоже это понравится. Конечно, выделить отдельную радиостанцию или хотя бы приемник с компьютером или хотя бы даже со смартфоном для того, чтобы он круглосуточно где-то работал в режиме приемника ВСПР с доступом в интернет. Это для большинства радиолюбителей достаточно дорого или неудобно, но вдруг, если у вас есть возможность где-то поставить такой приемник, то это было бы здорово. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok